всем добрый день вы на канале голубика днепр но сегодня мое видео для любителей гортензии хотела сделать обработку сегодня свои голубики 2 от вредителей но у нас очень сильный ветер а когда ветер обрабатывать нельзя потому что про пород препарат быстро улетучивается высыхает и может попадать его на руки и в глаза поэтому сегодня хочу рассказать про свой способ не мой способ а вообще про способ ленивого черенкования гортензии у нас в этом году очень теплый февраль и быстро стремительно началась весна поэтому все успела сделать на огороде но что-то делается одно что-то опаздывает или не получается сделать другое так и очеренковала свою гортензию зелеными почками из-за того что как я уже сказала у нас очень теплая теплый февраль и теплый март моя гортензия я ее обрезала успешно поставила по сортам вот все баночки у меня подписаны она дала приросты мне было не до нее начинаю смотреть как же выглядит моя гортензия и вот смотрите какой результат как я уже сказала всю свою обрезку я подписываю все свои сорта и вот смотрю на свои обрезанные черенки то есть я их не успела не в земельку опустить не снять с них почку значит потихоньку рассматривая что-то раньше снимала что-то позже вот посмотрите начинают вот такие вот как бы зачаточки это еще не корешки это просто набухают набухает кора и потихоньку потихоньку чем дольше стоят мои черенки в воде я начинаю обращать внимание вот сейчас вот это покажу сейчас я по мере скажем увеличение буду показывать что было интересно уже дали хорошие не просто почки листочки а уже просто пошли целые зеленые веточки на черенкование так сейчас приближу покажу так на камеру вот начинают появляться потихоньку корешки показываю другие посмотрите уже до какого размера выросли веточки вот показу разная форма корешков то есть кто-то гуще кто-то медленнее кто-то единичные дал корешки кто-то еще стоит скажем так замерзший показываю другие чем дольше стоят мои черенки в воде тем эффект гораздо больше сейчас хочу показать специально поставила так в последовательности чтобы показывать это по мере увеличения вот уже смотрите какие корешки на гортензии какая особенность этого метода понятно что не все дадут где-то что-то вот смотрите есть я забраково высох пропал все почки но где-то еще просыпается поэтому стоят самое главное в баночку у меня где-то литровый пол-литровые баночки я налила воду и эту воду я не меняю то есть она у меня стоит с самого начала потому что какой эффект именно вот это вот позеленение вот это вот определенная микрофлора которая образуется в воде вот она и тебе смотрите вот какой результат сколько корешков эти корешки покрываются тоже этой зеленой массы сейчас покажу есть какие очень удачные уже варианты так так это только начинаются и самое интересное вот даже туда не достает вода именно корни появляются начинаются тянуться к влаге так вот такие это бобо меня очень порадовала бобо я ее начеренковала как обычно в мини тепличку удачно тоже про неё забыла потому что переключилась быстро на огород а в воде дала очень хорошие результаты гортензия вот посмотрите насколько пышно еще как говорят что корешки выходят именно из почки посмотрите корешки выходят на протяжении на между на междоузлиях вот они расположены прямо по всей поверхности там где находится влага или там где гортензия тянется к влаге и вот достаю получается гортензия одна бобо одна из первых у меня была поставлена водичку ну чтобы получить зеленую почку в итоге она дала вот такие вот хорошие корешки так переходим к другим ну и хорошо порадовал меня полярный медведь и мельба фрайс мельба смотрите какие корешки уже дал медведь сколько стояли они у меня в воде но обрезку я начала делать где-то в феврале месяце сейчас уже начала апреля то есть не меньше чем полтора два месяца у меня эти веточки находятся в воде что еще обратила внимание что именно вот на каких-то таких более длинненьких веточках где больше питания находится в самом побеге и появляются корешки как я уже сказала не стопроцентная процентность скажем так но все равно лучше чем ничего поэтому нарезала я веточек много поставила воду жду на укоренение потом на каком фазе буду я уже это пересаживать вот смотрите этот вариант уже готов пересадки то есть здесь полноценные корешки буду обязательно сажать сначала в по 9 в прозрачный стаканчик для того чтобы было видно что корешки заполняют стаканчик и когда полностью этот стаканчик будет заполнен корнями я уже пересаживаю в объем 2 литра потом в 5 литров почему я у меня гортензия на доращивание я занимаюсь продажами есть у меня маточные растения поэтому мне нужны саженцы поэтому можно дорастить скажем по 9 а потом пересадить уже или на постоянное место или в объем где-то 10-20 литров воду использую отстоянную для того чтобы в ней не было хлора чтобы хлор испарился и тогда вот это как я уже сказала болотца я не доливаю и не меняю то есть в этой можно ставить веточки ивы его очень быстро дает корневую то есть вырабатывает природный корневин поэтому если есть возможность наломать веточки и ушки поставить в эту воду когда его дает корешки сразу идет корневым в ту же самую водичку и у вас получается природный корневин который будет стимулировать рост корней и у гортензии